Олла, Стивен. Олла, Иннара. Скажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать на уроке? Сегодня мы рассматриваем предельные глаголы для неправильных. В испанском языке есть неправильные глаголы? Да, есть неправильные. И как мы рассматривали на прошлой дистанции, есть неправильные и неправильные. Окей. Что значит неправильные глаголы? Это те глаголы, которые свою структуру меняют во время сражения. Окей. Будем рассматривать две ситуации, когда структура глагола меняет от гласной буквы «э» на «е», или тоже когда гласная буквы «э» меняет только на «и». Окей, допустим, глагол «querer». «Querer» — это «хотеть». Окей. И как будет его сопряжение? «Yo quiero». Вот здесь буква «э» меняется на «и», «е». «Yo quiero». «Tu quieres». «Usted», «el», «ella», «quiere», «nosotros», «nosotros queremos». «Vosotras queréis», «ustedes», «eles», «elles», «quieren». А вот здесь обращаем внимание, что «э» поменялось на «и», «е». Окей. И так как поменялось, поэтому называются неправильные глаголы. Ну, отлично. Это в любом случае легче, чем в английском языке неправильные глаголы, которые тотально меняются. «И». И вот, то есть, для того есть некоторых глаголов, чтобы их надо просто запомнить. Окей, например, для тех, которые заканчивают на «и», будет таких, как «empezar», «fregar», «pensar», «fregar», «serrar», «entender», «perder», «mentir» и «preferir». Если вы хотите, я на самом деле все равно легко. Окей. Это для тех, которые классные глаголы «э» меняет на «и». Вот еще один. Первый глагол «педир». В данном случае она не меняет на «и», «е», а только на «и». «Педир» — это попросит. «И я пидо», «ты пидес», «usted пиде», «эл», «эля пиде», «носотроц» «педимос», «восотрас педис», «usted», «эл», «эляс» «пиде». Теперь для тех, которые на «у» или «у» классные глаголы «у» или «о» или «у» поменяют на «у», «е». Окей. Например, глагол «дормир», «спад». Как будет спражнение для «жо дуэрмо», а вот здесь «о» поменяется на «у», «е». Не заканчивается, а первый слог «ор» — это просто «заканчивается». Это те глаголы, которые… Они тоже заканчивают, да, спражнение меняют окончание и, скажем так, свои корни. Сейчас я поправлю, извините, конечно. В общем, ребят, если первый либо второй слог имеет «о», то мы меняем «о» на «уэ» и еще меняем окончание слова. Окончание, да. Например, глагол «jugar», «играть», да. То же самое. «Juego», «тú» «juegas», «usted», «él», «ella» «juega», «nosotros» «jugamos», «восotros» «jugáis», «usted», «ellos», «ellas» «juegan». Окей, вот если вы обратите внимание на то, что «nosotros» и «vosotros», «u» не меняют. «u» не меняют. И то же самое для «o» не меняют. То есть, если было в первом случае «o», так и остается. «Nosotros» и «vosotros». Хорошо. Я хочу обратить внимание тоже на глагол «oler». «Oler» – это значит «пахнет». Он в инфинитив начинает на гласную группу «o». Окей, но когда мы его спрашиваем, то «o» меняет на «u», и перед «o» добавляется «h». Например, «yo uelo». Но при этом оно не читается. Да, но она не читается, да. «Yo uelo», «tu ueles», «usted», «el», «ella uele», «nosotros», Вот в данном случае «olemos», «o» не меняется. И тоже не добавляется «h». «Nosotros olemos», «vosotros oléis», «ustedes», «ellos», «ellas uelen». Хорошо. Ну, здесь, ребята, когда, соответственно, мы «o» оставляем, поэтому нам не нужно добавлять «h». Окей. Мы используем то же самое, как и в предыдущем видео мы рассматривали в тех же ситуациях в настоящее время. И тоже, когда мы говорим о том, что всех знают, или про то, что мы делим каждый всегда, или у нас есть привычка. Отлично. Я тебе говорила, что испанский язык для меня самый красивый в мире? Нет. Для меня это так. Ребята, для кого так же, обязательно лайкайте данное видео, мы будем знать, что вы тоже так считаете. Вообще, у меня известно говоря на двух языках – на казахском и русском. И для меня интонационно. И, в принципе, казахский и испанский – они очень похожи. Вот. Ну, естественно, слава богу, испанский язык очень-очень простой. Ну, в сравнении даже с английским языком. Лично по моему мнению. Как всегда, ребята, ждем вас на наши бесплатные марафоны по испанскому языку. Да. У нас весело. Без всяких, знаете, академических понтов, я их называю. Наша цель – не выпендриваться перед вами, а в классной дружеской атмосфере обучать вас испанскому языку. Тем более, испанский язык на сегодня является родным. Короче, полмиллиарда людей. Для них испанский язык является родным. И капец – это много. Это все ваши потенциальные друзья, женихи, невесты. И мы этот канал создали именно для того, чтобы как можно больше людей изучали испанский. И мы таким образом пытаемся объединить мир. Стивен, как-нибудь мы найдем время и возьмем у тебя интервью про твою жизнь, как ты вообще оказался в России, каким ветром тебя сюда занесло, так сказать. И скажи, пожалуйста, какую следующую тему мы будем разбирать? Тоже мы будем провожать неправильные годы. Сюрприз мы любим. Спасибо тебе большое. Уpas днем З Recentа. Удачи, друзья. Удачи! Продолжение следует...